Прямиком из правительства в законодательное собрание поступило несколько законопроектов, направленных на социальную поддержку жителей региона. Выплаты родителям и опекунам, забота о детях войны и самые злободневные положения о льготах для граждан предпенсионного возраста. Утром 3 сентября комиссия ЗСО занялась его разработкой. Суть нового проекта заключается в предоставлении людям льгот без привязки к новому пенсионному возрасту – женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60. Пенсионная реформа вызвала широкий общественный резонанс. Не стоит отрицать, что радикальная мера с повышением возраста вызвала волну протестов среди россиян. Особенно негативно встретили новость о льготном возрасте для женщин. Из-за этого и решено адаптировать реформу к потребностям граждан. Также ожидаются и другие перемены. Уже в этом году планируется снижение тарифов за электроэнергию для сельхозпроизводителей. Ударники труда и заслуженные артисты тоже обзаведутся более ощутимой поддержкой. 50% от оплаты ЖКХ государство возьмет на себя. А людям с федеральными льготами можно будет разговаривать по телефону и даже устанавливать зубные протезы за счет госбюджета. Очень приятно, что эта позиция была подчеркнута президентом. Выступление и фактически законодательное собрание. Вообще ульяновский регион оказался готовым к принятию данных решений. Чтобы грамотно проработать новый закон, у членов ЗСО есть всего три дня. 6 сентября его рассмотрят на внеочередном заседании парламента. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.